МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Освоение космического пространства. Чем опасны отделяемые части ракеты, запускаемых с космодрома Байконур? Об этом рассказали специалисты Казахстанского научно-исследовательского центра. Масштабная стройка. Строительство жилых домов в микрорайоне Акжаик начнется в конце 2020 года. О планах и проблемах застройки Уральска рассказали в городском отделе архитектуры. Стремительно вверх. Только за последний месяц цены на продукты в Уральске выросли почти на 5%. Что и на сколько подорожало? Новости столицы. Пока специалисты выйдут, народ разберет все части ракеты и спрячет в сараях. Такое заявление спикер Можилиса Нигматуллин сделал в Можилисе в ходе обсуждения протокола о внесении изменения в договор аренды Байконура. По словам чиновников, в случае падения частей ракет с российской стороны будет выезжать их комиссия. Оценку загрязнения с нашей стороны также производит Гарыш-экология. Они проводят разъяснения среди населения и за 10 дней до запуска ракеты все Акиматы областей оповещаются. Специалисты Казахстанского научно-исследовательского центра Гарыш-экология зачастую работают с образцами, в которых содержится неизвестное количество сильно действующих отравляющих веществ. Эти люди занимаются, пожалуй, самой опасной и неблагодарной частью работы, связанной с освоением космического пространства. Их задача первыми попасть на место падения отделяемых частей ракет, запускаемых с космодрома Байконур, и взять пробы почвы, воздуха и воды на предмет содержания в них опасных компонентов топлива. Депутаты Можилиса задались вопросом, как оперативно проводится сбор упавших частей ракет. Спикер Нигматуллин отметил, что пока специалисты выйдут, народ разберет все части и спрячет в сараях, чтобы потом использовать в быту. Он привел даже пример из личного опыта, когда обломки ракеты упали вблизи Жесказгана. Я пока доехал до места, это 500 километров от Караганды, там ничего не осталось, все разобрали. На следующий день мы были там, ничего не было уже. Сельчан собрали и пока не объяснили, что это вредно, что там радиация и в будущем будет вред здоровью, не вернули ведь. Департамент экологии, наше региональное учреждение, а также Казгидромет и две учреждения с российской стороны и с казахстанской стороны, как я уже сказал, как раз таки за 10 дней до пуска ракеты проводят эту работу. То есть алгоритм существует, рабочая группа работает и после спуска они сразу уже идут, собирают все вот эти части. После запуска ракет-носителей их первые и вторые ступени, а потом и обтекатели космических аппаратов падают на землю в различных районах. Помимо того, что это, грубо говоря, не есть хорошо, когда на тебя падает что-то с неба, да еще и то, что падает довольно ядовитое. Десятки полей падения разбросаны на громадных территориях, которые выведены из хозяйственного пользования. Первые ступени падают на территории Казахстана. По данным из открытых источников, всего для обеспечения запусков космических аппаратов с Байконура на территории республики установлено 50 районов падения общей площадью 46 тысяч квадратных километров. Боржанчай Ахмед, Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Денег в бюджете мало. Такое признание сделал министр экономики Даленов Мажелисе. По его словам, Министерство экономики будет стимулировать развитие регионов и повышать финансовую самостоятельность акиматов. Для этого с 2020 года местным бюджетам передадут поступление корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса. Корпоративный подоходный налог составляет почти 30% от всех налогов или чуть более 2 триллионов. Теперь часть КПН перетечет в местные бюджеты. Корпоративный подоходный налог от МСБ передадут местным бюджетам. Больше всех может выиграть Алматы. Передача этих поступлений может дать бюджетам более 400 миллиардов тенге дополнительных денег. Такая мера, по мнению главы Министерства нациоэкономики Даленова, положительно скажется на развитии малого и среднего бизнеса в регионах. И позволит увеличить количество предприятий и расширить производство. Мотивация развивать местные МСБ у акиматов появится из-за прямой связи с их доходами. Чем лучше будет состояние бизнеса, тем больше денег поступит в бюджет. А это позволит выделять больше денег на нужды населения. Сегодня очевидная вещь. Вот так вот скажи откровенно. Деньги есть сегодня в бюджете, в экономике для малого и среднего бизнеса? Достаточно? Деньги в экономике, Дурлан Зарвач, мало. Бо! Мало. Дорогой министр национальной экономики, Содом Бастамайсисве. Проекты есть, очень большое количество проектов. Именно инвестиционных проектов, почти на 41 миллиард тенге, конкретных с оставкой окупаемости, конкретные проекты с финансовыми моделями, они есть до 2025 года. Сейчас основу доходов областных бюджетов составляют трансферты из республиканского бюджета и налоговые поступления, индивидуальный подоходный налог и социальный налог. Теперь к ним добавится корпоративный подоходный налог от МСБ. Это означает пересмотр централизованной системы налогообложения, когда крупнейшие налоги идут в республиканский бюджет, а уже затем распределяются между регионами в виде трансферта. Налоговые поступления от МСБ передадут местным бюджетам, при этом сокращая субвенции из республиканской казны. Но этих денег может быть недостаточно. Как отметил министр Доленов, если регионам не хватит денег от КПН, правительство выделит им дополнительные деньги. Бауршаншай Ахмед, Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Новости региона. Послы Великобритании, США и Королевства Нидерландов прибыли в Западно-Казахстанскую область. Встретившись с заместителем Акима области Сериком Егизбаевым, гости обсудили развитие сотрудничества и возможной деятельности. Сегодня государства являются партнерами по многим экономическим проектам. Посол США отметил значимость и перспективность программы полиязычия. США не только сосредоточены на столицу, но мы работаем по всей стране. Мы очень хорошо ценим вашу поддержку Акимата для того, чтобы поддерживать такую программу. И мы надеемся, что эта программа, конечно, продолжается. В конце 2020 года начнется строительство жилых домов в микрорайоне Акжаик. Об этом заявил руководитель Уральского городского отдела архитектуры и градостроительства Темир Блад Шакиржанов. Он отметил, что в новом микрорайоне планируется плотная застройка, и все объекты будут находиться в шаговой доступности для его жителей. Планируется, что микрорайон Акжаик будет застраиваться в течение 10 лет. Он не будет похож на другие микрорайоны областного центра. В Акжаике планируется квартальная застройка с перепадами этажности зданий. Микрорайон не будет отдельно стоящих зданий. Магазины, центры досуга и социальные объекты расположатся на первых этажах жилых домов. Первыми будут построены 12 кварталов. Сейчас там будет пилотный квартал. Его будем несколько лет строить. Это большая территория, 700 гектаров. Мы его не сможем взять и освоить за 2-3 года. Потом он будет полисцентричным. То есть, как я говорил, там будет деловой центр, основная площадь, плюс в других местах подцентры. И упор делается на то, чтобы люди ходили пешком, на велосипедах, на общественном транспорте и пятиминутная доступность до всех необходимых объектов. Главный архитектор города прокомментировал ситуацию по возведению следственного изолятора. При его строительстве выявлено нарушения, которые влияют на обеспечение безопасности режимного объекта. По поводу тюрьмы я начал говорить про квартальную застройку. Вокруг тюрьмы планируется у нас именно такая вот зона. Вот как раз таки зона СТУ, автомойки. То есть зона будет. Мы будем знать, что, допустим, куда мы туда все будем ехать. Склады, индустриальные зоны будут. Так специально сделали, чтобы жители ближайшие не было такой депрессивника. Но судьба пока еще неизвестна, будет ли этот объект или нет. Еще один проблемный вопрос – это существующие в Уральске долгострои. Их насчитывается четыре. В настоящее время создана межведомственная комиссия. Ее представители обследуют все подобные объекты. Мы даем рекомендации хозяевам, будет ли это банк, в аресте которого он находится, будет ли это частное лицо. То есть после этих рекомендаций будут уже даны конкретные требования. Если он не реализовывается, то через суд будем доставлять. Также в планах строительство в областном центре ботанического сада, который займет площадь в 40 гектаров. Роман Копняев, Абуладжи Гепар, Александр Грабарев, ТДК-42. А в Уральске продолжается реализация проекта «100 торговых мест». Его цель – искоренить стихийную торговлю в областном центре и придать единый облик объектам бизнеса. В социально-предпринимательской корпорации «Орал» рассказали о первых итогах работы. Новый проект «100 торговых мест» реализуется по поручению Акима Западно-Казахстанской области Галии Скалиева. Он предложил сделать механизм предоставления земельных участков для точек уличной торговли прозрачным. Аукционы проходят на портале зем.кз. Участок предоставляется в аренду сроком до 7 лет. В сентябре провели первый аукцион. Шесть земельных участков было выставлено. В настоящее время победители аукционов – это производитель мясных и колбасных изделий. И второй – это производитель питьевой воды. Они осуществляют строительство и изготовление своего торгового павильона, подведение необходимых инженерных сетей. И в скором времени запустится. В СПК «Урал» отметили, что предусмотрена ежегодная аренда торговых объектов в сумме 17 тысяч тенге за один квадратный метр. Торговая точка площадью в 20 квадратных метров обойдется владельцу в 340 тысяч тенге в год. Кому-то нужен для оказания сервиса общественного питания, кому-то для торговли. Каждый участок предназначен для разных целей. Если где-то хорошо может пойти торговля, то сервис там может, к сожалению, не пойти. Поэтому из этих шести участков по сегодняшний день двое по двум участкам уже определены победители. С ними заключены соответствующие договора. Они сейчас осуществляют монтаж своих киосков. Для этого они должны будут для начала согласоваться с отделом архитектуры города в дизайн этого строения. Отметим, что в СПК «Урал» помогают предпринимателям подобрать типовой проект для бизнес-объектов. Роман Копняев, Айбула Джекипар, Александр Грабрев, ТДК-42. Цены на продукты и услуги за один месяц в Уральске выросли на 4%. Такие данные озвучили в управлении статистики. Наши корреспонденты отправились на рынок, чтобы выяснить, какие именно продукты поднялись в цене. Основной поток покупателей, как правило, наблюдается на рынках города. Люди говорят, что здесь продукты питания дешевле, чем в магазинах и супермаркетах. Однако горожане стали замечать, что и тут стоимость товаров за последний месяц повысилась. Статистика говорит следующее. Рыба стала дороже на 0,3%, мясо поднялось в цене почти на 2%, крупы на 2,5%, хлеб на 9,5%. И только сахар не поднялся в цене, а наоборот подешевел на 6,3%. Продавцы говорят, они вынуждены поднимать стоимость товаров. В большом количестве в прошлом году продавали рыбу по 600-650 тенге. В этом году нам приходится 800, по 850. У нас доставка к нам уже приходится очень дорогой. Зарплата не позволяет, чтобы люди могли позволить себе вот такую роскошь. Очень тяжело. Но все равно берут, да? Ну, минимальные. Не как в прошлом году. Равнодушных к росту цен покупателей найти на рынке так и не удалось. Люди возмущены, но деваться некуда. Приходится покупать. Некоторые даже специально идут за продуктами на рынок, чтобы поторговаться с продавцами. Цены растут космически. На мясные изделия, мучные, на хлеб подорожение пошло, молочные изделия подорожали, колбасные изделия. В прошлом месяце, допустим, мы взяли колбасу или мясо, оно было дешевле, а сейчас все подорожало. Лучше зарплату так разладно, чем цены. Все дорого. А на что именно вы заметили, что подорожало? Ну, на мясо, на самое необходимое. Рыбу, хлеб. Хлеб это даже подорожал. Свет подорожал. Все дорого. В управлении статистики подтвердили, с начала года цены и тарифы на платные услуги повысились на 0,5%. И еще в октябре месяце было зафиксировано повышение цен на непродовольственные товары. Цены на фармацевтическую продукцию подорожали на 0,3%. Одежду и обувь на 0,4%. Прочие предметы, приборы и товары личного пользования на 1,2%. Стеклянные и керамические изделия на 2,6%. Дизельное топливо подешевело на 0,3%. Стоит отметить, что с января текущего года стоимость продуктов в западном регионе в целом повысилась на 7%. А именно, яйца подорожали почти на 2%, молочные продукты на 5,7%. Макароны и изделия стали дороже на 8,2%. Мясо и птица почти на 12%. Рекордные отметки достиг хлеб. Его цена выросла на 27,3%. И лишь сахар подешевел почти на 16%. Потребители не понимают одного. Почему дефицита продуктов в регионе не наблюдается, а цены постоянно растут. Олег Великий, Монарбекушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске 62-летний мужчина скачался от отравления природным газом. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Еще двое молодых мужчин госпитализированы. Несчастный случай произошел днем 4 ноября в садоводческом обществе «Зенит». Сейчас, по данному факту, проводится досудебное расследование. На месте был обнаружен погибший, 67-го года рождения. А также двое граждан, 96-го года рождения, были госпитализированы в больницу. В Уральске прошли учения «Зима-2019». Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проверили готовность к действиям в зимних условиях. После смотра техники спасатели отправились на строящийся объект, где отработали практические навыки. Смотр техники прошел неподалеку от новой городской площади. Здесь присутствовали и работники коммунальных служб. Им также придется много работать в зимний период. А это уже стройплощадка в районе 37-й средней школы. В район ЧАЭС выдвигаются машины экстренных служб. По легенде учений на строительном объекте произошел взрыв. Сюда сразу же прибыли представители экстренных служб, скорой помощи, полицейские и пожарные. И вот сейчас продолжается спасательная операция. На место прибывают сотрудники противопожарной службы и станции медицинской скорой помощи. Разворачивается штаб. Счет идет на секунды. На месте взрыва имеется информация, что остались люди, строители, которые не могут самостоятельно покинуть здание. Согласно расписанию выезда, на место пожара были направлены две единицы основной и две единицы специальной техники. Значит, задача – тушение пожаров на втором, на четвертом этаже, эвакуация людей, спасение пострадавших. Сотрудники оперативно-спасательного отряда демонстрируют спуск с высотных зданий. Один из обязательных элементов – эвакуация пострадавших. Это делается разными способами. По области задействовано порядка 800 человек, но именно вот здесь, непосредственно в городе Уральске, на трех учебных местах, 241 человек. А техники спасают? 171 единица техники. В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что за прошедшую зиму из снежных заносов было спасено порядка тысячи человек. В снежный плен попали 200 единиц пассажирского транспорта. В этом году, значит, более уточненная и жестче поставлена задача дорожным службам – это и на республиканских дорогах, и на местных дорогах. Казавтожол сейчас свою технику, им надо 84 единицы техники, сейчас они 51 поставили, а остальную спецтехнику они будут уже на договор на основе. Спасатели заявили, что все подразделения справились с поставленными задачами. Новости спорта. В Уральске проходит международный турнир по бадминтону. Чтобы принять в нем участие, спортсмены приехали из стран ближнего и дальнего зарубежья. Каждый из них долго готовился и не намерен уезжать без призового места. Демонстрировать свое мастерство игроки будут в течение четырех дней. Подробнее о турнире в сюжете нашего корреспондента. Турнир такого масштаба проходит уже третий год подряд. Ежегодно заявки на участие подают десятки мастеров ракетки «Воланчика». В этом году порядка 70% участников приехали из стран Европы, среди которых первые ракетки Австралии, США, России и Казахстана. Я приехал из Японии и очень счастлив быть здесь. Участники хорошо подготовлены, все профессионалы. Многие из них уже не первый раз принимают участие в соревнованиях такого уровня. И участие в турнире поможет этим спортсменам вырасти. Среди фаворитов спортсмены из Дании, США, Австралии. Однако неплохие шансы на победу есть и у игроков из Казахстана, включая уральских спортсменов. Я мастер спорта Республики Казахстан. В этом году выполнил. Участник этих соревнований уже третий раз. Самые сильные тут соперники – это в основном азиаты, конечно. Ну и Дания тоже сильные противники. С Россией очень хорошо играют. Гости турнира отмечают хорошую организацию и теплый прием. Мы из России. Конкретно я привез команду из Казани, Татарстан. На соревнованиях проходит третий раз. Мы здесь с первого турнира, то есть первый турнир в 2015 году был. Я привозил команду. В прошлый год мы были здесь. И в этом году привезли команду. И как бы дали в России небольшую рекламу. Вот в этом году уже и Москва приехала, и Самара опять подъехала. То есть количество спортсменов наших российских увеличилось. Игры одновременно проходят на четырех площадках. Судьи внимательно следят, чтобы все было по правилам. Есть в зале и зрители, которые пришли поддержать спортсменов. Как известно, в следующем 2020 году в Токио состоятся очередные Олимпийские игры. И именно эти соревнования – это отличная возможность для каждого из игроков заработать нужное количество баллов для того, чтобы попасть на Олимпиаду и достойно представить свою страну. Турнир завершится в воскресенье 10 ноября. Олег Великий, Монарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Большие скидки и выгодная рассрочка. В честь дня рождения магазин электроники и бытовой техники «Мечта» объявляет дни скидок на второй, третий и четвертый товары. Также всех покупателей ждет рассрочка на 24 месяца. В честь своего дня рождения магазин электроники и бытовой техники «Мечта» объявляет скидки с 7 по 10 ноября. 20% скидка на второй товар, 50% на третий и 70% на четвертый товар. В «Мечте» всегда в наличии газовые плиты, холодильники, холодильные камеры, водонагреватели, стиральные машины, телевизоры, компьютерная техника, телефоны и айфоны. Также представлен большой выбор пылесосов и ряд незаменимых предметов для кухни. Уважаемые жители и гости города, день рождения у «Мечты», а подарки получаете вы. 7 по 10 ноября приобретайте технику по очень выгодным условиям. Выбирайте скидка 20% на второй товар, 50% на третий или 70% на четвертый товар. Скидка предоставляется на товар наименьшей по стоимости. И это еще не все. Выгодная рассрочка на 24 месяца. Без процентов комиссии переплат. Не пропустите шанс закупиться выгодно. Приходите, мы будем рады вас видеть. Товар можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев. Не упустите возможность сделать выгодную покупку без процентов и переплат. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Улица Кормангаза, 69, в районе Центрального рынка и Сарамудатова, 10, дробь 1. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. Для вас работает информационная служба новостей телеканала ТДК42. Мы всегда рядом. Спонсор прогноза погоды – потребительский кооператив «Граждан» «Свой дом КЗ». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова